одного примера, как работает иначе. В общем, для того, чтобы что-то создать, нужно очень много времени. А для того, чтобы разрушить, достаточно просто какого-то одного движения. И это касается вообще всего жизни. То есть у ребенка сначала там что-то происходит. Ребеночек, потом 9 месяцев мама ходит, потом она его рожает. А умереть человек может просто, не знаю, за одну секунду. Точно так же там здание строит, 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 строит. Тоже разрушить можно очень быстро. И вот так вот все. Я не могла найти ни одного примера, когда это работает наоборот. Вот. Ой. Вот сегодня за счет того, что день рождения у меня, слово мама, оно в целом очень трепетное для меня. А сегодня особенно, потому что благодаря маме я вообще родилась на свет. И я маме благодарна за то, что это произошло, и что я могу жить свою жизнь. И что, несмотря на все жизненные обстоятельства, я всегда чувствовала ее любовь, даже когда она не могла физически находиться со мной рядом. и в целом мама и папа в том числе научили меня любить. Вот. И я это поняла, наверное, уже на будучи в более осознанном возрасте. И в целом любовь, то есть оно невозможно же даже не научить. Научить, мне кажется, этому нельзя. Ты можешь только это наблюдать, считывать на каких-то вибрациях, и вот только чувствовать. И вот родители, я им благодарна за то, что они через них дали мне возможность это почувствовать. И в целом любовь для меня это самая мощная сила, которая движет мною. Сильнее любви для меня ничего нет. Начиная там от любви к себе и заканчивая вообще любви ко всему миру, к каждому живому. И через любовь как раз-таки я пришла к тому, чем я сейчас занимаюсь. И в окружении люди, которые вокруг меня тоже окружают. Я вижу через них эту любовь, через каждый вздох, через каждое движение. Потому что только когда ты наполнен этой любовью, безусловно, абсолютно, там совсем по-другому то же самое движение, если мы говорим про танец. Но оно совсем по-другому рождается. И это чувствуется. И вот это, наверное, самое невероятное, что может быть. Потому что если бы не эта любовь, тотальная какая-то, действительно, почему именно танец в моей жизни на столько лет, до сих пор со мной, потому что я через танец вижу эту любовь. И через всех людей, которые через меня проходят, я тоже вижу эту любовь. И через них вижу эту любовь. И сама я... Ну, в общем, это такой бесконечный процесс. У меня есть такая фраза «Вдохновляй, вдохновляйся». Это как раз-таки про этот обмен. И буквально пару минут назад у меня в голове движение – жизнь, жизнь – движение, что там, где есть движение, там есть жизнь. И вот обмен – это же тоже постоянный процесс. И без него невозможно. И самое главное – тебе не страшно этим делиться. Потому что ты отдаешь, и в итоге получаешь. Отдаешь и получаешь. И за счет этого вот сейчас пошли мне мбрашечки. Начали про маму. Вот. Ну, в общем, вот от мамы вот это все. Потому что мама – это вот действительно какое-то начало жизни. И потом ты выходишь на этот свет, и эта жизнь дальше продолжается, но уже через тебя. Вот. Вот так. Ой, вот на самом деле это сложный вопрос. Потому что сейчас даже благодаря тому же пути героя, ну или в целом в общении, когда мы там затрагиваем какие-то детские истории, мне всегда очень сложно. То есть у меня вот был, типа вот у меня из детства, оно какое-то очень размазанное, но оно такое какое-то с таким светлым очень пятном. И потом я помню свои 13 лет, потому что произошли такие сложные ситуации именно в семье. И, конечно, они очень сильно отпечатались. И поэтому 13, вот этот возраст, я его очень четко помню. Как будто все, что было до 13, там было, ну, тоже всяко разного, скажем так. Но вот как будто бы именно цифры я вообще не помню. Я помню 1 сентября. Опять же, скорее всего, больше по фотографиям. Я помню, вот маму сейчас вспоминаю, мама меня всегда наряжала. У меня всегда были какие-то необычные вещи. Ну, вот, а вот возраст прям вот четко, вот как будто бы не могу никак зафиксировать. Жизнь без цифр, без каких-то, не знаю, рамок, то есть просто какая-то жизнь, детская какая-то история. И вот просто в 13 лет как будто бы мое детство закончилось. Поэтому я вот помню эту цифру 13. Вот, как-то так. Я бы сказала себе, что все будет хорошо. что 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 ты совсем справишься. Что все, что происходит в жизни, даже если тебе кажется, что это какой-то очень сложный, не знаю, что-то, что-то несправедливое даже. Что это все для того, чтобы тебе стало лучше в итоге. Что не нужно ничего бояться. что не нужно ждать ничего, как будто подтверждение твоих действий. Вот просто ты что-то чувствуешь, просто иди за этим, потому что, ну, ты знаешь точно, куда идти. Не сомневайся. Вот, наверное, вот это бы я сказала себе. Да, вот сейчас резко вспомнила. Я как-то очень сильно напугала свою младшую сестренку. Хотела, ну, как-то типа наказать. А в итоге так сильно ее испугала. И она так кричала, и мне так было стыдно до сих пор. Я недавно, в общем, вспомнила, почему сейчас, когда я спросила, вот за это мне больше всего стыдно, что я так сильно напугала ребенка. Типа хотела проучить, наказать, а в итоге очень сильно напугала и сама испугалась. И вот за это мне стыдно, потому что, скорее всего, эта ситуация, даже если она не помнит, она отложила свой отпечаток. Какая-то искренность непосредственно. Потому что всегда, когда я это чувствую в людях, меня всегда к таким людям тянет. Потому что я сама, я не люблю не люблю, типа, подстраиваться под ситуацию, в плане как-то себя внутренне перестраивать. Мне нравится просто быть собой, поэтому во мне очень много иногда такой детской непосредственности, даже в действиях, в реакциях. У меня на лице всегда все написано, я могу ничего не говорить, если так понятно, там она довольна, недовольна. Вот. И, ну, просто там нет хитрости какой-то. Ну, все открыто, все по правде, и так просто жить как-то проще. И зачем эти сложности, зачем на них тратить время, как будто бы. И чем старше становишься, естественно, этого меньше вокруг. Потому что в детстве, это самая моя любимая история, когда ты бежишь играть во двор, а никого нет, а вдруг кто-то приходит, и ты такой, ну, мне скучно одному, надо познакомиться. И ты такой, привет, как тебя зовут там, не знаю, Вася, ой, меня Наид. И все, и вы, короче, друзья. На целый день, по крайней мере, на один день вы точно друзья, и вы вот просто играете, что-то делаете. Мне кажется, если бы люди были вот такие открытые, даже в каких-то, ну, там, не знаю, бизнес-структурах, да, вот серьезных таких, то быстрее просто шли бы процессы, и, мне кажется, создавалось все намного проще. Вот как-то так. Поэтому вот это качество, оно очень важно для меня. И во мне, и в людях, естественно. Оно взеркалит, мне кажется, всегда. Мне нравится. Мне нравится, причем с разным сторон. Мне, во-первых, нравится быть в центре внимания, это 100%. Я тут, ну, как, относительно недавно себе признала, что я люблю, вот, чтобы на меня все смотрели. Вот я на сцене, и вот люди смотрите на меня. То есть мне это нравится. Также мне нравится, на самом деле, быть и наблюдателем, неким проводником. Меня очень часто называют люди, которые со мной соприкасаются, проводником. И мне нравится тоже быть, как будто бы в процессе, но рядом. то есть вести людей, но при этом наблюдать, что с ними происходит. То есть мне вот эти две роли и так, и так нравятся. И иногда бывает, что происходят такие глубокие вещи у людей, что после каких-то определенных там проектов я себя плохо чувствую. То есть я настолько там погружаюсь в процесс, люди все равно, это энергия, это тоже тот же самый обмен. И как будто бы ты иногда должен отдать часть себя, чтобы дать человеку вот как-то вот так вот. Но я вот тут у Аллы как-то спросила, Алла, это нормально вообще, что я себя так чувствую? Ну и на что Алла сказала мне, что происходит некое вот это как раз-таки расширение внутреннее. И я понимаю, что с каждым разом из проекта там в проект мне реально легче. То есть я провожу вроде бы точно тот же проект с тем же условно наполнением, с теми же глубокими процессами, но выхожу из них легко. То есть мне нормально. И поэтому вот тут бывают разные истории. Главное, очень важно, потом позволять себе войти в этот ресурс. Это просто часть твоей работы, часть твоей деятельности, потому что люди разные встречаются. И когда люди тебе открываются, ты, понятное дело, что ты не становишься частью этого человека, нет. Но ты свидетель этого процесса. И люди делятся очень такими важными вещами. И, конечно же, ты все равно так или иначе к ним подключаешься. Ты находишься с ними рядом. И оно как бы тебя все равно касается. Сколько бы ты лет в этом не был, условно не работал и так далее, это все равно через тебя тоже проходит. Поэтому, наверное, ты и есть проводник, да, условно, как проводничок. Сомневаться. Это вообще ужас какой-то. Сомнения. То есть, причем, я как будто знаю решение, но мне обязательно надо пойти посоветоваться. Часть всего это приходит с ядрой. Я вот задаю вопрос, я знаю, что все равно я сделаю так, но почему-то мне обязательно надо задать этот вопрос. Вот это вот я бы хотела как-то уже начать с этим как-то... Ну, как бы давай легче, легче принимать решение. Вот. То есть, я как будто мне надо подумать здесь, из-за и против. И вот это все, хотя я уже понимаю, что я хочу, что я выберу. Но нет. Вот ты должен сесть, подумать. Вот в легкости, в принятии решений. И понятное дело, что это и в действие сразу переходит. То есть, легче ко всему относиться, легче. Вот у меня бывает, что я слишком серьезно отношусь к тому, ну, к чему не нужно так серьезно относиться. То есть, не вопрос жизни и смерти. Вот. И вот, наверное, вот это. Да. Сто процентов. Своё слово. Живая. Живая, искренняя. Вот как-то, наверное, вот такие какие-то. Живая в том плане, что чувствую, реагирую. Чувствую, реагирую и принимаю. Вот. То есть, я стараюсь во всех процессах видеть светлую сторону, скажем так. Даже когда тебе кажется, что, ой, что-то вообще, ну что здесь хорошего? Ну вот нет, всегда есть. И на самом деле, я думаю, что здесь тоже заслуга родителей, потому что у меня в голове есть фраза папина. Я на самом деле умею прощать. То есть, умею прощать. И здесь важно, наверное, насколько, ну, человек, да, который, условно, причинил мне боль, осознает эту ошибку. То есть, ну, это считывается, когда человек действительно, ну, мы все люди, ну, мы можем ошибаться, но так происходит. И я понимаю, что человек в моменте, ну, вот так случилось, да, вот, не знаю, вот так произошло. Опять же, случайность не случайная. И если я вижу, что человек искренне сожалеет всем, что, ну, это произошло, я могу простить. То есть, у меня нет такого категорически, нет, и никогда. Тут, ну, очень тонкая грань такая. Вот, поэтому я, да, я умею прощать. С этим сложнее, конечно. Но, то есть, для того, чтобы забыть, ну, понятное дело, что если мы говорим прям про прощение, для меня, в моем случае, да, это если, ну, реально там человек накосячил прям жестко, не типа посуду забыл помыть, да, но вот реально жестко что-то накосячил. И когда вот этот процесс происходит, когда, да, вскрывается, это всегда вскрывается, идет диалог, ты прощаешь человека. И очень важно дальше продолжить, как бы, ну, довести, как бы посмотреть на эту боль вместе, увидеть ее, да, раскрутить, почему это, то есть, как будто бы найти ответы на вот эти вопросы, а почему так произошло. Потому что, когда вот ты говоришь, ну, рождается истина через разговоры, потому что мы все очень разные, и там в моей голове это вот так, в голове человека это вот так, и вы должны друг друга понять. И вот если вот это понимание происходит, когда вот что-то схлопывается, да, вот тогда и забыть можно. Тогда, грубо говоря, вот для меня забыть, это значит, что если вдруг всплывает похожий сценарий, да, условно, или похожая ситуация, да, то ты не возвращаешься обратно в ту ситуацию и не поднимается вот эта эмоция какая-то, да, негативная, то значит, я забыла, ну, условно. Вот для меня вот это значит забыть. Потому что так, конечно, это не стереть из памяти, но вот забыть именно это вот когда не происходит вот эта словно эмоция опять поднимается. Если она не поднимается, то есть произошло принятие некой процессов, то значит, да, то значит все, все прошло, скажем так. Из самых суперпоследних, когда мне накрыло прям любовью и благодарностью, это был, кстати, эфир Пути Героя, я вообще не поняла, что произошло. Мы сидим, я даже не помню, что за тема была. Я просто даже уже людей не слышала, и меня как и начало колбасить. У меня вот так энергия поднялась, мне стало жарко, потом холодно, потом жарко. И я думаю, я сейчас умру, если не выйду, не скажу, что я люблю всех, что я всем благодарна, я никого не знаю, условно, да, там, ну, спасибо Але, да, там, условно, и всех. Мы же не просто так все собрались. Вот это был такой какой-то прям всплеск эмоциональный, вот это чувство любви и благодарности, что аж, ну, там тебя распирает. Вот, наверное, это был самый яркий из последних моментов, но у меня это накрыло прям по-хорошему. Вот, и я вообще не поняла, с какого. Ну, типа, почему? Сидела спокойно, слушала эфир, и резко это поднялось очень. Я так и не поняла, с чем это было связано. Но, наверное, не нужно понимать. Пришло, пришло и классно, потому что это невероятное чувство. У меня был период, когда я вообще, то есть я помню, что я очень часто могла входить в эти состояния, но понятное дело, что ты ненамерно туда входишь. А когда, ну, ты идешь по улице, и там, не знаю, птичка как-то летит, и у меня слезы на глазах. И у меня такое было часто. Потом, мне кажется, с пандемии началось, как будто бы, не знаю, все каналы закрылись, и меня вообще ничего не радовало. И я помню, как я в пандемию, мы, там, опять же, благодаря Яне, собирались, тренировались на улице хоть, чтобы как-то двигаться и так далее. Я шла, такая, ну, грустная прям, и такая, а я вообще даже сейчас не мечтаю. То есть я разучилась мечтать в какой-то момент. И, ну, вот, и вот, естественно, вот этих каких-то ощущений любви и так далее, ну, их просто не было. Я просто поймала себя, что я, ну, я не ощущаю это уже очень давно. И вот мне кажется, только вот, только-только, как будто бы я снова к себе возвращаюсь. И очень много всяких было событий. Вчера меня Яна спросила, как прошел твой год. Я стала вспоминать. И тоже, ну, понятное дело, были разные периоды. И вот сейчас я чувствую себя на том подъеме, на котором очень давно себя не ощущала. И что эти чувства, вот эти такие, благодарность за какие-то такие мелочи, то есть уметь быть в моменте, потому что вот это, по факту, вот это ощущение, оно возникает, когда ты в моменте. Когда ты там в мыслях, где ты там, или там, или там. А вот когда ты вот здесь, ты все, вот, в бытие, да, вот ты прям тут, здесь, сейчас. И вот сейчас это возвращается, я очень этому рада. Вот, дай бог, чтобы так было дальше. Любить и светить. Каждый человек невероятно уникальный. И в этом, на самом деле, такое богатство вообще. И я когда вижу, что люди начинают себе, ну, просто светить, опять же, это тоже про быть. Просто быть. Это у меня сейчас мурашит. Ну, это просто невероятно. И вот, и это же тоже через любовь начинается. Потому что человек, вот, светит всем своим естеством тогда, когда у него вот эта любовь происходит с собой в первую очередь, да. Поэтому вот любить и светить. Вот у меня сейчас в голове первые два слова, которые возникли. По-любому, мне кажется, было что-то, но вот почему-то не засело. Сразу стерлось. Я могу сказать, что сейчас есть очень много цитат, ну, вот типа, счастье в мелочах. И не сама цитата плоха. Просто ее уже так испоганили, всунули куда только можно. Даже то же самое слово «светить». Вот типа «светите», да. Что люди как будто бы из-за того, что часто это слышат, читают, видят, не воспринимают. То есть вглубь не смотрят. Потому что все эти истории, все цитаты, условно, они проваливаются тогда, когда ты это на себе ощутил. И когда, ну, допустим, я говорю счастье в моменте, я понимаю, о чем я говорю. Но за счет того, что это много и везде, люди как будто бы, ну, как рядовая фраза. Это вот как, не знаю, спасибо. Спасибо же тоже можно по-разному говорить. Благодарить можно по-разному. Потом в одном слове вот такого. Где-то может быть вот просто необъятное, да, благодарю. А где-то, ну, типа, ну, между делом, благодарю. И вот в этих цитатах в целом, да, вот мне кажется, больше даже не сама цитата, а именно то, как люди стали воспринимать все эти слова. То есть мы сейчас очень много, все равно есть такая тенденция, что люди стали смотреть на себя, внутрь себя. Но как будто там вот за счет того, что что-то очень часто повторяется, слышно и видно, как будто обесценивается в общем поле. Вот такое, наверное. В любви. Любить. Да. Ой. Гайпуй. Наслаждайся каждой секундочкой. Вообще. Наслаждайся. Мне почему-то так сейчас хочется сказать. Наслаждайся. Ни о чем не думай. Просто будь. Наслаждайся. Не знаю, вот хочешь сказать, наслаждайся, наслаждайся. Наслаждайся. Просто идешь куда-то, наслаждаешься, что-то там одежду как-то меришь, наслаждаешься, туда посмотрел, наслаждаешься, ничего не делаешь, наслаждаешься, сейчас интервью снимаешь, наслаждаешься, наслаждайся.